Ихсан. Основа духовного воспитания. Ичтихат. Усердие. Чтобы совершить любое дело, приносящее вознаграждение, нужен Ичтихат. Усердие. Знание Аллаха, искреннее поклонение Ему и стремление к добрым делам. Вот черты настоящего мусульманина. Принятие наших намазов и дуа зависит от нашей искренней веры в Аллаха, нашей готовности делать добрые дела и наше усердие Ичтихат. Всевышний Аллах говорит в священном Коране. «Я сотворил джиннов и людей лишь за тем, чтобы они поклонялись мне». Сура Аз-Зариат, аят 56. Этот аят дает нам понять, что люди были созданы не напрасно. Анас Ибн Малик, дабы и довольны им Аллах, передал, что пророк миром и благословения сказал. «Сладость веры ощутит тот, кто отличается тремя качествами, любит Аллаха и посланника его больше, чем всё остальное, любит того или иного человека только ради Аллаха и не желает возвращаться к неверию так же, как не желает быть вернутым в огонь». Имамы Бухари и Муслим Аллах — Господь миров, Он — Создатель Всевосущего, Аллах, давший жизнь всему творению, милостивый и милосердный. Всемогущий Аллах безмерно милосерден ко всем созданиям. Наш Господь не нуждается в наших поклонениях, напротив, мы нуждаемся своими намазами в Его милости. Тот факт, что у человека есть цель в жизни, означает, что у него есть особые обязанности. Для поклонения требуется особое рвение и усердие на пути истины. То есть ичтихад занимает особое место в безупречном исполнении постановлений религии. Также он требуется для любого другого полезного дела. Когда мусульманин забывает свой долг перед Аллахом, Создателем, и ответственность в обществе, в котором он живёт, он по своему положению оказывается ниже положения животного. Коран гласит, «Много джиннов и людей мы создали для ада. У них сердца, которые не понимают, глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат». С точки зрения недостаточности мышления, нежелания смотреть на вещи с целью извлечения урока и нежелания слушать, размышляя, они подобны животным, но даже более заблудившиеся, поскольку они оставили то, что могло бы принести им вечную жизнь, и обратились к тому, что стало для них причиной вечных наказаний, а не беспечные, не знающие собственной выгоды. Сура ла-Араф, Аят 179. Мы уже говорили, что человек всегда должен быть прилежным в своём деле. Иштихат человека при выполнении возложенной на него обязанностей в тех деяниях, которые он выполняет, непременно принесёт положительные результаты. Во время халифата Хазрата Умара, добыт довольным Аллах, он запретил продавцам добавлять воду в молоко и объявил об этом приказе людям. Однажды он прогуливался ночью по Медине, чтобы проследить за порядком в городе, и устав прислонился к стене дома, чтобы отдохнуть. Вдруг он слышал разговор между матерью и её дочерью внутри дома. Мать сказала, давай, доченька, вставай и долей воды в молоко. Дочь ответила, разве вы не знаете, что халиф запретил продажу воды с молоком? Мать, да я знаю. Дочь, а если это так, то как я смогу ослушаться халифа? Мать ответила, ничего страшного, просто долей воды, ведь он тебя не видит. Дочь ответила, даже если Умар не видит, Аллах же видит. Азрат Умар, добой довольным Аллах, услышал это и направился домой. Он посватался к этой бедной девушке, у которой было хорошее воспитание и высокие нравы, и женил своего сына Асима на ней. Это пример Иштихада, выполнение приказа, настойчивости и ответственности. Иштихад человека даёт толчок его поступкам и вознаграждает его дела. Человек, который действительно познал Аллаха и повинуется Ему, будет настойчив во всех добрых делах. Хасан Аббасри, да помилует его Аллах, сказал, тот, кто познал своего Господа, любит его. Что касается Иштихада, существуют следующие благие поступки, которые следует усвоить мусульманину. Это первое, находиться рядом с братом-мусульманином. Мусульманин, брат мусульманина, пророк миром и благословения сказал. Тому, кто уходит для оказания помощи и выполнения нужды брата-мусульманина, за каждый пройденный шаг запишется 70 благодеяний и просится 70 плохих дел. И если он сможет помочь, то очистится от всех грехов и станет таким же безгрешным, как в тот день, когда его родила мать. А если он умрёт во время этого, то выводит в рай без расчёта. А в другом хадисе не завидуйте друг другу, не взвинчивайте цену, откажитесь от взаимной ненависти, не поворачивайте спиной друг другу, не перебивайте торговли друг друга и будьте братьями. О рабы Аллаха! Ведь мусульманин мусульманину брат. И поэтому никто из мусульманин должен не притеснять другого, не относиться к нему с презрением, не оставлять его без помощи. А богобоязненно скрыто здесь. После этих слов посланник Аллаха миром и благословения трижды указал рукой себе на грудь, после чего сказал «Достаточно будет вреда тому человеку, который презирает своего брата в исламе, и для каждого мусульманина должны быть неприкосновенными жизнь, имущество и честь другого мусульманина». Второе. Быть милосердным. Одним из достоинств пророка миром и благословения было милосердие. Всевышний Аллах говорит в Коране «К вам поистине пришел посланник, и из вас же самих. Ему тяжело от того, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим». Сура Тауба. Аят 128. В другом аяте говорится. «По милости Аллаха ты был мягок с ними, с подвижниками. А ведь если бы ты был грубым и жестокосердным, они бы обязательно покинули тебя». Сура Алиимран. Аят 159. Благой нрав и милосердие. Вот что, подобно солнцу, освещает окружающую среду и дарит тепло сердцу. Когда люди милосердны друг другу, мир наполняется добром и благом. Третье. Обходительно относиться к окружающим. Быть скромным. Пророк миром и благословения Аллаха сказал «Бережливого Аллах делает богатым, а расточителя бедным. Скромного он возвышает, а высокомерного принижает». В другом хадисе не из нас тот, кто не проявляет милосердия к младшим, а также тот, кто не почитает и не уважает старших. Казахи говорят «Уважение к старшим, почтение к младшим» — это качество ряной души. Четвертое. Придерживаться пути прощения. Прощение — это вершина нравственности, проявления имана. Всевышний Аллах говорит в Коране «Прояви, Мухаммад, снисходительность к людям, призывай хорошему и отвернись от невежды». Сура Аль-Араф, аят 199. Шакарим Кудайбердулы воспевал «Дай прощение тому, кем был обижен, тогда Аллахом будешь и ты прощен. Станешь кичиться, будешь ты унижен, да не будь ты скверными делами поражен. Судьба оковы лишь тем снимает, милосердие во всем, кто проявляет. А те же, кто этим небогат и скуп, черствуйся на итог, ведь его повлияет». Наши предки говорили, «Прости того, кто даже тяжким проступком стоит перед тобой». Наш народ заповедал, «Прощение – это широта души, а неспособность прощать – это недостаток. Следовательно, прощение – это человеческое качество, придающее красоту его душе». Пятое. Быть примером в благих деяниях. Всевышний Аллах говорит в Коране, «Аврадуй же Мухаммад добродетельных верующих». Сура Аль-Хадж, аят 37. Следующий аят гласит, «Кто покорится Аллаху, совершая добро, тому награду у его Господа, они не познают страха и не будут опечалены». Сура Аль-Бахара, аят 112. В Хадисе говорится, «Бойтесь Аллаха, в какой бы ситуации вы ни оказались. Если вы допустили ошибку, немедленно избавьтесь от неё путём совершения благого дела. Будьте добры и отзывчивы в отношении с людьми». Имам Тирмизи. Хасан Аль-Басрида с милостью, и санадим Аллах, сказал, «Совершайте благие дела взамен прошлых скверных дел». Ибо набазло будет довольным Аллах, сказал, «Благие дела увеличивают сияние лица человека, освещают его сердце, придают силу, увеличивают жизнеспособность и пробуждают к нему любовь всех творений. А скверные поступки затемняют лицо, убивают сердце, ослабляют тело, уменьшают удел, риск и вызывают ненависть существ к этому человеку. Если мусульманин обладает этими пятью человеческими качествами, он сможет совершать джихад во всех добрых делах и совершать добрые дела самым совершенным образом». Один из великих последователей ислама, Бахр-Саддык Уйсали, сказал своим ученикам, «Не привязывайтесь к деньгам и имуществу этого мира. Однажды всё исчезнет, и вы всё это потеряете. Только Всевышний Аллах вечен, и останутся только дела, которые ему любимы». Нам следует знать ценности ичтихада, чтобы подавать пример в том, что угодно Аллаху, и быть образцом в нравственных поступках, потому что ичтихад формирует благой нрав, приумножает благие дела». Субтитры создавал DimaTorzok